Привет, я Лиза Способная, и сегодня я буду краситься, подводить итоги января. Возможно, поделюсь своими эмоциями и ощущениями. Всё это будет в свободной форме. И краситься я буду просто так, потому что я никуда сегодня не иду. Ну, просто хочется разговаривать и что-то параллельно с этим делать. Итак, с чего бы начать подводить свои итоги? Во-первых, зафиксируем то, что я всё ещё не нашла работу. Месяц искала-искала, но не нашла. Месяц мониторила всякие вакансии. Три раза я ходила. Ну, получается, на два собеседования. И один раз ходила в магазин, потому что там висело объявление, что требуется сотрудник. А когда пришла, мне сказали, пишите в директ Инстаграма. Я такая, класс, спасибо, могла даже не приходить. Значит, что я делала, кому писала. После работы в Красно-Белом я как-то стала придирчивее, что ли. И поняла, что я хочу работать вместе, но хоть немножко интересным. Плюс, которое меня как-то будет развивать. Развивать какие-то мои слабые навыки. Например, как общение. Потому что я с людьми очень редко общаюсь. И поэтому, когда я смотрела вакансии, я примерно понимала, какой поток людей должен быть. Значит, куда я ходила? Самое первое мое собеседование в январе было в Желтую Вешалку. Это винтажный магазин в Питере. Я туда пришла. А, и как я искала вакансии? Значит, у меня были разные пути. Просто на Хэтхантере смотреть. Потом я составляла еще список интересных мест в Питере. Всяких музеев, всяких винтажек. Я написала практически во все винтажки. И вот, человек нужен был только в Желтую Вешалку. Я им написала ВКонтакте. Меня пригласили. Я пришла. И поняла, что атмосфера в магазине была приятная. Мне предлагали воду, чаек. Аж два раза. Я, естественно, отказалась. И потом девочка-создательница, хозяйка этого магазина. Руби, иди, пожалуйста, куда-нибудь. Не мешаешь. Она меня провела в комнату. Сейчас, секунду. Мой попуга исходит с ума. Я не понимаю, почему. Он как будто по ощущениям летает, как будто падает. Я не вижу, конечно, как там, что происходит. Но один раз я его на полу заметила. Потому что звук был такой, как будто он кубарем вниз свалился. Потом за холодильником. Может, он уже стареет и как-то теряет координацию. Не знаю. Ладно. Руби, сиди тогда со мной. Так будет безопаснее нам обоим, да? Я почувну. Садись на плечо. Так вот, я пришла. Оттуда меня провели встав в комнату. Я обалдела от того, сколько там вещей. Много-много. Значит, мне понравилось, что это было не какое-то такое, знаете, банальное собеседование, где нужно было рассказать о себе. Почему ты хочешь работать у нас? Какие-то вы достижения, вот эти всякие тупорылые вопросы, на которые ты, типа, должен выдумывать такие ответы, прям, чтобы понравиться. А здесь был больше диалог. Вот. Мы пообщались. Плюс, что меня очень удивило, хозяйка оказалась из Беларуси. Но и этого мало. Она оказалась из Витебска. Из города, откуда я родом. Я вообще обалдела. Потому что, блин, как-то такое точное попадание. В общем, мы поговорили. Но меня не устроила зарплата. И меня не устроило то, что там нет ни больничных, ни отпусков, ничего. Хотя, говорили, что если ты стажировку проходишь, то тебя устраивают официально. Вот. Но при этом ни того, ни другого не оплачивают. Хотя, вроде как, если устройство официальное, то это просто прямая обязанность работодателя все выплачивать. В общем, с этим местом был отбой. Я начала искать дальше. Как я говорю, составила список всяких музеев интересных в Питере. Там были и музеи секса, и музеи раритетных машин, и музеи духов, парфюма, вот этого всего. Вообще, куча разных, оказывается, у нас интересных мест. И Ваня предложил мне написать вам Смайл Парк. А Смайл Парк – это такая организация, у которой 14 проектов. Те, кто живут в Питере, наверняка слышали хотя бы один из них. Типа «Дом вверх в дном», «Музей иллюзий», «Дом великана». И вот всякие подобные проекты. Я тоже написала им ВКонтакте. Они написали, кто им требуется. А требовался им фотограф, кассир и контролер, по-моему. Я написала, что меня интересует вакансия кассира. Вот, потому что там зарплата у них там нормальная от 30 тысяч плюс проценты. Потом приехала, заполнила анкету. Там со мной вообще не говорили особо. Да, я просто заполнила анкету. Потом меня отвели тоже, встав в комнату, где меня очень удивила вешалка. Я таких никогда в жизни не видела. Вот я роста метр шестьдесят. И почти что смело можно умножать мой рост в два раза. И примерно на этой высоте находится вешалка. Ну, это я так утрирую, конечно, но все равно. Но если я вытяну руку, я и то не дотянусь. То есть это как бы еще плюс две мои руки кверху, наверное. На меня, короче, потом надели толстовку фирменную. И отправили за кассу. Я очень обалдела от того, как быстро... Как быстро информацию рассказывают кассиры людям. Меня это даже испугало. Типа, блин, я не смогу так делать. Я не смогу так продавать. Вчухивать как будто людям. Я уже собиралась уйти. Я собиралась уйти. Но... Меня там, мягко говоря, удержали. Ну, как-то убедили, короче, остаться, не переживать. Что это только в первые, там, дни, месяц. Любой, короче, будет бояться, пугаться и все такое. Я такая думаю, ну ладно, останусь. Посмотрю, что они там еще делают. Как они все-таки общаются с людьми. Потом мы договорились, что через день я прихожу уже с пониманием проектов. Что я должна говорить людям про эти проекты. И в целом я... Мне выдали листик. И я в целом разобралась. То есть краткое описание каждого проекта я бы уже смогла дать. Я... А, и потом мне нужно... Блин, господи. Мне нужно было побывать у них на точках. У них три точки, получается. Одно основное здание, где больше всего проектов. Потом еще одно. И соседнее, вот прям рядышком. И я пообщалась там с девочками. Там все молодые. И выяснилось, что у них не устраивают официально. Не устраивают официально. А я вначале думала, что для меня это... Ну, такой достаточно важный критерий. Поскольку я не в своей стране нахожусь. Мне надо, чтобы трудоустройство было официальным. Чтобы мне оплачивали, опять же, лимфоничные. И все. И я подумала, что, наверное, наверное, мне надо делать ноги. Потому что я выяснила, что там на словах они обсуждают индивидуально эти все вопросы. Но девочка одна там официально работала. Она сказала, что в этом нет никакого смысла. Никто тебе ничего платить не будет. Вот. И я даже не стала проходить стажировку. Я просто предупредила девочку. Чтобы она сказала, что я там передумала, например. Потому что в эту точку должна была зайти управляющая персоналом. Или как-то так. А потом, через пару дней, я словила себя на том, что я еще просто банально испугалась, наверное. Потому что продажи, ну, как-то... У меня не было опыта в таких продажах. То есть, если в КБ я особо ничего не продавала, то есть я пробивала просто те товары, с которыми люди уже приходили. А там надо было прям рассказывать, убеждать людей, купить какие-то абонементы и все такое. Я, короче, наверное, испугалась и не пошла туда. Потом я опять искала, искала, искала. И вообще, я когда начинаю искать вакансию, у меня происходит какое-то депрессивное состояние. Потому что, мне кажется, у меня такое ощущение, как будто, кроме вакансий, администратор, курьер и продавец, больше вакансий не существует. Еще всякие кучу менеджеров. И, поскольку я вакансию уже пересмотрела, у меня ощущение такое, как будто я вообще никуда не подхожу, но нигде я себя не вижу. Мне нравится только снимать. Фотографировать, обрабатывать, ретушировать кадры. Вот этим я бы занималась вообще постоянно. Но, поскольку жить на что-то надо, мне приходится искать подобные вакансии. А почему подобные? Потому что особо-то знаний и навыков нету больше. Я вот отучилась, да, на специалиста издательского дела. И понимаю, что, например, мне это неинтересно. Не хочу я работать по специальности. А новых каких-то еще навыков, знаний нету особо. И в итоге приходится искать работу по тем навыкам, которые хоть немножко уже имеются. Вот в КБ за кастой я стояла, хоть какой-то уже опыт есть. Билетным кассиром была. И мне так страшно. Потому что бывают вот такие навязчивые мысли. Как будто вот мне суждено, знаете, до конца жизни быть этим дурацким кассиром. Как будто больше я ни на что не способна. И это просто как будто мой главный страх жизни не реализоваться. Прожить ее так одинаково, как другие, так скучно, так серо, безэмоционально. В общем, самое последнее, что я нашла, точнее даже не скала, это была вакансия в этажах. Там был магазин с американскими сладостями, энергетиками и прочим. Ваня мне сфоткал, что им нужен был сотрудник. Указан был график, зарплата. Я вот туда поехала. Мне сказали, пишите в директ инстаграма. И, конечно, мне никто не ответил. Я так думаю, ну ладно, не так уж вам сильно нужен был сотрудник. Еще я видела на хатхантере вакансию экскурсовода в музее эмоций. А я была в этом музее, и он прикольный. Я подумала, что я в целом бы справилась. Я бы спокойно могла рассказать про каждую комнату, про эмоцию, тяготь запомнить. И по зарплате хорошо, и достаточно близко к дому. Поэтому я им и писала в группу, и звонила, и отклик на хатхантере оставляла. И вот такие компании у меня почему-то вызывают вопрос. Если вам нужен сотрудник, почему вы не просматриваете? Почему вы не отвечаете? Или когда вам человек звонит, что и говорит, я хочу у вас работать, не на собеседовании, не займете ничего. А когда пытаешься оставить отклик на хатхантере, то он тебе пишет, что этот работодатель просматривает всего лишь 20% резюме. Ты такой, спасибо. Я писала на другую почту. В общем, тоже ни ответа, ни привета. Думаю, ну ладно. Не нужны вам походу сотрудники. Ничего страшного. Дальше будем искать. И вот самое последнее, что я нашла, это была сегодняшняя вакансия. Я нашла вакансия администратора в компанию «Мир на ощупь». Эта компания предоставляет услугу такую... Как бы сказать... Она позволяет тебе почувствовать себя так, как чувствуют себя слепые люди. Там пять комнат. Одна под рынок устроена, другая под кафе, третья под обычную комнату, потом четвертая там под улицу. И дается полтора часа. Тебя надевают, видимо, повязку какую-то. И ты в темноте ходишь, все на ощупь трогаешь. И получается, испытываешь какие-то новые эмоции. И задумываешься о том, о чем раньше не задумывался. Потому что, я думаю, не каждый из нас задумывается. Как же живут слепые люди? Как они существуют? Потому что, обычно, никому нет до этого дела. Вот. И гид у них тоже слепой человек. И мне в целом понравилась такая концепция. Это очень интересно. В общем, я им сегодня позвонила. Мне достаточно оперативно ответили на Хатхантере сегодня уже. А я им позвонила. А потом мне девушка сказала, что надо отправить отклик на Хатхантере. Я отправила отклик на Хатхантере. Потом меня там написали и пригласили на собеседование. И вот, через пару дней в понедельник поеду. Администратором я ни разу не была. Ну, у меня принцип такой, что типа всему можно научиться. И я не против научиться. Еще я поняла, что, скорее всего, у них будут тоже неофициальные устройства. Но мне настолько уже нужны деньги, что я уже готова буду работать там. Просто потому, что мне надо уже покупать еду себе, животным. Мне нужны одежды и все такое. Вот. То и все. То и все. Короче, по работе такие вот дела. Не веселые, не радужные вообще. А еще я не знаю, как у других людей, но на меня очень сильно давит успех других людей. Молодых людей, либо моих ровесников, либо даже тех, кто младше. Потому что тяжело с равнодушием смотреть, например, на таких людей, типа как Милохин, Карнавал, каких-то таких молодых блогеров, у которых огромная аудитория, у которых большой заработок, которые спокойно ездят отдыхать куда хотят, которые покупают себе, что хотят, которые живут просто комфортной жизнью. и могут обеспечить себе все, что угодно. И... И ты такой, где-то на другом конце провода, ищешь работу, ну, хотя бы за 30 тысяч рублей. Я даже не могу назвать это завистью, это не зависть, наверное, это какое-то сравнение себя с другими, какое-то принижение себя, вечное вот такое вот колупание, вот, а вот другие вот так, а ты вот даже ряда не можешь, а ты вот такая и сякая, я так от этого устала. Это просто невероятно. Мне так хочется мира и спокойствия внутри себя. А как его достичь? Непонятно пока. Так, чтобы макияжу мы накрасили глаза. Мы, я. А еще мне мешает эта пчелка. Сделаем вот так. Не вижу себя все равно, но ладно. Так, теперь, 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 теперь я хочу закрепить брови. Если я найду штуку для бровей, я ее нашла. Еще мне иногда кажется, как будто у меня какой-то кризис юного возраста, да, потому что у меня как бы 22 года, и пока что мои нерадужные перспективы, это вечно, блин, работать либо кассиром, либо вот каким-нибудь администратором. я понимаю, что меня это не устраивает. Я не хочу всю жизнь на кого-то работать. Это во-первых. А во-вторых, я в целом не хочу делать то, что мне не нравится и что мне не интересно. И наоборот, заниматься тем, что нравится и тем, что интересно. а в моем случае это фотография, которая мне всегда нравилась и к которой у меня, я считаю, есть хоть какие-то способности. И представлять себя до конца жизни на кого-то работающий за 30 тысяч рублей это очень пугающая вещь, очень отврезляющая и очень стрессовая. Потому что ты никак не можешь успокоиться и принять тот факт, например, что это, допустим, не навсегда, то ты параллельно с этой работой можешь пытаться снимать это какой-то вечный стресс. потому что когда я работала в Краснопелом, я тоже туда шла с мыслью о том, что вот тут я буду работать, а потом у меня будут выходные, я буду придумывать идеи, буду учиться снимать, фотографировать. Но на самом деле все, чего я хотела после 14-часовой смены, это лечь и умереть. Вот. Просто отсыпаться весь день и ничего не делать. Такая вот правда жизни. и это было очень печально. Я поняла, что возможно, если я устроюсь даже тем же администратором, у меня не будет всех на выходных, чтобы снимать. И вообще, когда твоя голова забита вопросом, как тебе выжить, куда тебе устроиться, на работу, чтобы зарабатывать деньги. Но как-то не до вдохновения. Какие там идеи гениальные, когда ты озабочен только тем, как выжить. все последнее время у меня в основном занимают мысли о работе, о поиске работы, о том, что надо быстрее, быстрее ее найти, потому что получается, что я уже сижу у Вани на шее, и он со своих денег меня кормит, и все, мне там покупает какие-то вещи. И мне некомфортно, как и ему, скорее всего. еще я ради любопытства залазила вчера на сайт высшей школы экономики. У них в Москве есть аппетит фэшн-фотографии. И мне стало, естественно, любопытно, сколько же стоит такое удовольствие, учитывая то, что это высшая школа экономики. И там обучение стоило 650 тысяч рублей. Я вот не помню, за год это или за все время. Но в любом случае это просто очень большая сумма. Рост невероятный, который никогда в жизни не потянул. Еще мне очень печально от того, что я проучилась в Академию Печати после школы. Потратила два года своей жизни на то, что мне вообще не интересно. И при этом я понимала, что мне это не интересно. Но чтобы не расстраивать родителей, я пошла хоть куда-нибудь. подать А теперь я сижу делаю макияжик и понимаю, это возможно было сгорел. В общем, выводы по работе по работе я уже рассказала, на скольких я в собеседованиях побывала, что из приятного произошло в этом месяце. Мы обменялись подарками новогодними с моей подругой, с вами, со светровью. Да. И еще был приятный момент в январе. Я купила себе книгу автобиографию Хельма Танютана. За полторы тысячи рублей. была абсолютно новая книга, запечатанная, интересная, местами даже смешная. Я ее быстро прочитала очень. В целом она мне понравилась. Еще из приятного было то, что я пошла в свои страхи немножко. Как я уже в начале видео говорила, что я не очень люблю общаться с людьми. Боюсь. Мне тяжело вообще находиться рядом с ними, находиться в каких-то больших компаниях, хотя никогда в таких не находилась, но страх все равно есть. И я решила немножко с этим попытаться бороться. Выложила в кошмоте объявление о том, я фотограф, вот там мне нужны люди на съемку такую-то, такую-то, меня интересуют такие-то виды съемок. И мне написала одна девочка. девочка это была организатор музыкального квартирника. Называется, по-моему, Третья Среда. Или как-то так. И она спросила, не могу ли я пофоткать для них, ну, типа, знаете, репортажная съемка. Я такая, о! А, в качестве портфолио, а я ей ответила, что мне это для портфолио не подойдет, а вот для того, чтобы социофобии как-то попытаться справиться, может быть, очень даже кстати. Я согласилась. Поэтому первая съемка в январе была репортажная. Я согласилась, я потому что на этом мероприятии должно было быть достаточно много людей, поскольку это квартирник, там было ну, человек 40, наверное, точно. Вот. Я решила себя поместить в пространство, где много людей, тем самым попытаться убедить, ничего в этом опасного нет, никто мне не желает зла, все пришли туда кайфовать, наслаждаться музыкой. Моя задача просто снять весь процесс. Поначалу я стеснялась и фоткала издалека на одном месте практически. Потом посмотрела, как работают другие фотографы, они спокойно передвигались, садились, как им удобно. я тоже потом подрасслабилась и снимала в свое удовольствие. Садилась тоже как удобно, чтобы ракурсы были разные. И сделала несколько прикольных кадров. И поняла, что в целом это не так страшно. Когда ходила на собеседование, тоже этот момент прорабатывался, как-то. Я начала применять в своей жизни такой совет. Звучит он так, понижайте важность. Всего, чего бы ни происходило. Я перестала воспринимать такие вещи как что-то супер важное, где надо трястись, постоянно переживать и все такое. надо отснять, хорошо, я отсниму. Надо сходить на собеседование, хорошо, я схожу на собеседование. Но если раньше я представляла собеседование как допрос с пристрастием, что-то жесткое, ужасное, неприятное, то теперь я в голове у себя представляю собеседование как простой диалог с каким-то новым человеком или людьми. Я не возлагаю каких-то надежд и ожиданий. Я просто иду поговорить, пообщаться, узнать условия, и все. И это работает. И когда я звоню кому-то по телефону, например, узнать какие-то вопросы по той же вакансии, это тоже помогает. Это просто звонок, ты просто задаешь какие-то важные, ну, не важные в плане интересующие вопросы людям, они тебе также отвечают. Грубо говоря, вы просто обменитесь каким-то набором букв, и все, ничего в этом критичного нет. Хотя всю жизнь я считала это очень ужасным, страшным событием. Вот. А теперь нормально все вообще. Теперь уже плевать. Абсолютно. такой, знаете, появляется как будто пофигизм. Здоровый, здоровый пофигизм. Когда ты перестаешь тратить свои нервы на какую-то хуйню. Вот. Еще бы научиться бы не париться по пустякам. было вообще супер. В общем, такая тоже хорошая новость. Это была первая съемка, вторая съемка. Я просто потихонечку транслирую свой путь в инстаграме в качестве фотографа. и был мой день, когда я тоже расклеилась, разнылась, начала писать в инстаграме, что я бы так хотела снимать, но из-за того, что я боюсь людей, сложно делать, я не представляю даже, кого позвать, потому что у меня нет в кругу никого, кроме одной подруги, мужа и свекрови. И мне отвечает девочка в директе, типа, камон, я могу платить студию, ты можешь поснимать меня. А мы с ней уже снимали как-то года два назад на заливе. Просто поделали пару приятных кадров. Она меня решила поддержать. отлично, это здорово, это прекрасно. Мы с ней выбрали студию, примерно пару нарядов выбрали. Параллельно я еще написала одну мастерской, сможет ли она предоставить украшения для съемки. И студия согласилась. Хочу попробовать растушевать помаду как румяну. Не знаю, хорошая это задумка или нет. Наверное, пока скулы сделаны. Вот. Значит, что я говорила. Я забыла, что я говорила. что мы решили снимать, выбрали образы студию. Да, в общем, она меня поддержала. И что самое важное, я пошла еще в один страх. Мне всегда было очень страшно при мысли о том, что мне рано или поздно придется учиться снимать в студии и работать, о боже, со студийным оборудованием. Я вообще не представляла, как это, потому что денег на обучение нет, но какие-то мастер-классы вот это вот все. А по YouTube учиться, ну, как-то, ну, таким вещам YouTube, не знаю, как-то не очень. Хочется, чтобы прям какой-то человек знающий прям себе все объяснял, показывал, рассказывал про то, какие существуют вообще. студийные оборудования, где лучше какое-то всего применять. И я понимаю, что пока у меня нет возможности учиться вот этому всему, но я все равно рискнула. В итоге я надеялась, что нам дадут софтбокс, потому что дома он у нас есть. Я понимаю, что он примерно даст достаточно мягкий свет, рассеянный такой, но нам дали, по-моему, называется это правильно рефлектор 1, и он был жестким, постоянный, постоянный жесткий свет получился в итоге, и это было неприкольно. А, я вспомнила, что я говорила про мастерскую, вот она согласилась дать украшение для съемки, для меня это тоже было важно, так что кто-то согласился со мной посотрудничать, вот, и в итоге мы сделали пару кадров для Ники, и кадры для меня, мы поснимали украшения, и еще в тот день я вечером купила лилии, и хотела тоже дома поснимать их, собственно, что я и сделала. вот, 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 еще я обалдела от того, насколько летит быстро время в студии, мы бронировали на час, а студийный час это 55 минут, потому что 5 минут вам еще остается на то, чтобы вы быстренько собрались, монатки ушли, вот, и время настолько быстро пролетело, что Ника решила продлить съемку, и мы снимали 2 часа, 2 студии в часах. мне было очень волнительно, потому что у меня есть проблема с тем, что я не могу пока подсказывать, как стать, какую позу принять, потому что если я раньше снимала людей, и, ну, грубо говоря, ловила их в моменте, получались очень живые красивые фотографии, то здесь, когда ты находишься в пространстве, где одна белая стена или там бумажный фон за тобой, то тебе надо в любом случае как-то подсказывать человеку, как ему сесть, как ему ставить, куда бошку повернуть, руки поставить, а мне это очень сложно. Я даже сохранила себе пару кадров в качестве примера, и даже это мне не помогло. Вот. Ну, ничего страшного, это был первый опыт такой в студии. Я поняла, что мне надо лучше готовиться к таким мероприятиям и прям отдельно составлять тупо список поз, хотя бы на ранних этапах, чтобы не снимать там все подряд, а идти конкретно по позам, чтобы человек туда их просто повторял. так что две съемки я провела в январе, сходила на три собеседования, грубо говоря, купила книжку прикольную, посмотрела фильм по этой же книжке про Хельмита Ньютона, ну, только у меня эта биография его была, про его жизнь, как он снимал, фильм называется Фильм Титлин Высокая Мода, интересно было посмотреть, изучить его какие-то подходы, как он работал с моделью, и меня прям так поразило, насколько точно он знает, все он хочет от модели, он конкретно знал, какую позу ей там надо стать, что это надо сделать, вот, я поняла, что я хотела бы так научиться, еще меня бесит, что у меня электризуются волосы, ну, ладно, эмоциональное состояние в этом месяце было такое себе, потому что большую часть времени я как будто ничего не чувствую, вообще, то есть меня как бы может улыбнуть какая-нибудь милая собака на улице, меня может рассмешить какое-нибудь ваня на креплянии, но в остальное время я как будто ничего не чувствую, либо чувствую какую-то злость, в общем, какие-то негативные вещи, вот сегодня, например, мне просто могу подобрать такое слово, просто было тошно от самой себя, то есть такое самоощущение, как будто я все время до себя докапываюсь, думаю про себя всегда плохо, никакой гармонии, никакой стабильности, никаких положительных эмоций, ничего, 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 и вот всякие психологи, судя по их видео, говорят, что не может быть такого, что человек не испытывает вообще эмоций, в любом человеке они есть, поставок, в ком-то они, ну, грубо говоря, спрятаны, надо разбудить, а я понятия не имею, как их будить надо вообще, какие-то яркие румяна получились, может быть, еще зима, что ты ничего не хочешь делать, кроме как спать, когда надо искать эту работу, и вообще мне практически хочется плакать, потому это ужасно неприятное занятие, искай себе работу, это совсем не веселое видео, оно не мотивирующее, оно не несет никакой пользы, или я опять занимаюсь бесцененными, ну, понятно, хочется намаюкаться красным карандашом, но это не просто красный карандаш, он какой-то гелевый что ли, да, гелевый лип лайнер, но блин, пойдет ли сюда такой красный цвет вопрос вопрос, очень яркий и он не размазывает, он как ты его наносишь, так и будет, какие-то Продолжение следует... 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 кстати под зеленую футболку не так уж плохо смотрится такая такие яркие кубы красные в целом неплохо теперь кучу вот этого всего надо будет убирать я собираю просто остатки каких-то сил чтобы сложить это все на место вы даже сейчас разговариваю и понимаю что у меня как будто слезы подходят хотя ничего вообще не произошло я просто сидела и красилась я как-то гуглила симптомы депрессии что люди там плохо спят что люди плохо спят что они плохо едят или наоборот жрут не в себя и вот прочие вещи и я не могу сказать что целом я подхожу под описание тех у кого депрессия наверное у меня нет а ну тогда хуй знает что со мной вообще почему люди такие сложно устроенные существа я не пойму и вообще мой мозг как будто знаете концентрируется на каких-то ужасных вещах все усложняет не может расслабиться не может кайфануть просто ты жизнь а потом сейчас я понимаю а чего кайфовать кто-то нет работы даже банально ты не можешь себя обеспечить просто бесит не могу меня уже бесит то что даже если меня возьмут на работу это будет не та работа на которой я бы хотела работать и опять я буду проебывать свое время зря в пустую работать на кого-то получать эти копейки а так все хорошо начиналось было такое милое видео где должна была накраситься просто поразговаривать поделиться какими-то хорошими вещами но в итоге жизнь моя сейчас такова что хуевая жизнь у меня сейчас для меня я не сравниваю себя там с людьми у которых воды нету которые в африке живут или еще какие-то вещи в моей системе координат моя жизнь сейчас просто ужасная вообще во всем сферам не плачь не надо ну что это такое почему глаза на мокром месте как жить эту жизнь